Каждые 10 секунд в мире угоняют по автомобилю, чтобы потом разобрать на запчасти и продать. Как защитить свой автомобиль и не бояться за его сохранность? Все было поставлено на поток. Угоняет машину, приезжает, тут же получает деньги. Этот разбирает, отвозит, получает деньги. Оперативность угонщиков поражает. Две минуты на то, чтобы взломать замки и завести машину. Еще 30 минут, чтобы по ночному городу доехать до отстойника. Это гараж, где ее будут разбирать. Андрей на новенький «Лексус» копил 3 года. Автомобиль оборудовал дорогой антиугонной системой. Машина стояла вот здесь, на месте вот этой серебристой машины. Живу я здесь, на 10 этаже. Андрей тут же обратился в полицию. Через 3 месяца маячок спутниковой системы заработал. Машину угнали, загнали в какой-то из гаражей в отстойник. В надежде вернуть свое авто, Андрей обратился в суд. Но и там дело застопорилось. Как выяснилось, на «Лексусе» также установлены запчасти другой машины, хозяин которой требует ее себе. Вот и не могут два владельца поделить одну машину. И разобрать по частям тоже не хотят. Спутниковая система, как показала практика, она не способна уберечь машину именно с места парковки от угона. Самый надежный способ защитить автомобиль – это не дать преступникам попасть в салон. Установлены дверные блокираторы. При постановке в охрану этот штырь у нас выходит и попадает в ответную часть на стойке, тем самым дополнительно блокируя дверь от вскрытия. Чтобы отключить сигнализацию и завести двигатель, необходимо работать под панелью. Стекло укрепляется абсолютно прозрачной бронирующей пленкой, которая выдерживает в течение минуты силовое воздействие, то есть не дает разбить быстро стекло. Чтобы обмануть преступника, имитируют пожар под капотом авто. Дым от холодного горения абсолютно безопасен и выбрасывает под капот до 100 кубометров дыма. Сто процентная эффективность. Как показала практика, при срабатывании данной системы угонщик практически сразу же бросает автомобиль. Индивидуальная защита делает машину практически неуязвимой для преступников. Проходя через все препятствия, угонщик теряет время, а с каждой потраченной секундой преступник рискует попасться. Угнать автомобиль и спокойно ездить на нем по городу невозможно. Тут же вычислят и поймают. А вот угнать, разобрать на запчасти и продать их вполне реально. Криминальный бизнес оказался очень прибыльным, вот только просуществовал недолго. За этими металлическими воротами располагается так называемая разборка. Куда сами задержанные, в принципе, и пояснили, что должна была быть переставлена в Тойоту Камри. Ну и где в дальнейшем должна быть разобрана на запчасти. Ночью преступники угнали автомобиль. Для этого у них есть все необходимое. Запаслись даже специальными госномерами, которые не числятся в розыске. Сделаны такие нехитрые крючочки, приспособления, чтобы не попадать под камеры. Вешают на госномер похищенные машины. Но это быстрее, чем менять. Для перегона. Преступники поставили машину в одном из помещений заброшенного завода. Стены здесь достаточно толстые, чтобы спутниковая система защиты не смогла обнаружить автомобиль. Ну вот они начали разбирать машину в поисках спутников. Видно, что вот таким достаточно варварским способом. Избавиться от датчиков и можно спокойно разбирать автомобиль. Судя по количеству запчастей, эта участь постигла уже не один десяток машин. Уже на данный момент можно с уверенностью утверждать, что у них несколько эпизодов как по Московской области, так и по Москве. Отпираться преступникам бесполезно. Государственные номера, а также документы на угнанные автомобили находятся здесь же. А вот и неожиданная находка. Возможно, какая-то из похищенных машин принадлежала сотруднику правоохранительных органов. Не все автомобили были разобраны на запчасти. Некоторым меняли ВИН-код. Покупалась машина, не подлежащая восстановлению. И у нее вырезали кусок кузова с номером ВИН. С похищенной машины вырезается кусок, с такого же размера данный. Варивается, шпаклюется, красится. Подобная участь постигла вот эту иномарку. Ну вот под стеклом у нее находится ВИН, но он уже с машины донора. То есть машина буквально три дня назад была похищена, и уже она переделана. Быстро работают настоящие профессионалы. Раньше тюнингом занимался, теперь разные работы. Угонщиков ждет суд. Ну а владельцам автомобилей стоит помнить, обезопасить машину от угона в ваших силах. Поставьте ее на охраняемую парковку, сделайте аэрографию, застрахуйте.